Приветствую всех, с вами Олег Саламаха. Сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию обзор одного очень интересного матча, который проходил в интернете в рамках серии турнира Chessable Masters, где играют сильнейшие шахматисты планеты. Так вот, в финале этого турнира встречался сильнейший шахматист планеты Магнус Карлсон против звезды белорусских шахмат Дениса Лозовика, который тоже прошел достаточно сложный путь. На экране вы сейчас видите, с кем он играл, и, соответственно, его путь к Магнусу Карлсону. И вот в рамках серии этого турнира было сыграно 4 партии. Давайте посмотрим, соответственно, их поподробнее. Итак, в первой партии Магнус Карлсон у нас сыграл белыми, Денис Лозовик защищался черными, и Магнус сыграл первым ходом C4. Денис ответил конь f6, после конь c3 e5, d3 d5, cd конь d5. Определились с дебютом, у нас разыграно английское начало. Дальше Магнус Карлсон фианкетировал слона на поле g2, в соответствии с принципами этого дебюта. Закончил развитие, сыграл рокировка, черные тоже. Ну и получилась примерно равная позиция. Дальше Магнус Карлсон продолжил развивать фигуры. Тем же самым занялся и Денис Лозовик. И вот конь g5 играет здесь Магнус Карлсон, не позволяя слону черных утвердиться на поле h3, чтобы разменять белопольных слонов. Приходится брать на поле g5, поскольку отдавать слона на поле e6 черным совсем плохо. Слон g5 f6. Черные, как мы видим, дали белому преимущество двух слонов, но при этом пока все у них крепко. Слон d2, ладья d8, ладья c1, a5, ферзь a4, конь c3, bc. Вскрылась вертикаль b. После слона d5 черные хотят разменять все-таки белопольных слонов, но Магнус отказывается, играет f3, даже путем ухудшения своей структуры. И вот тут Денис Лозовик допускает ошибку, играя конь e7. Ни в коем случае не нужно было менять ферзей. Магнус Карлсон вообще без ферзей играет просто как монстр. Ну а здесь еще плюс два слона, вдобавок у белых, начинают сказываться. Так вот, вместо хода конь e7 заслужил внимания простой ход ферзь d6. И только потом уже куда-то можно скакать конем. То есть ни в коем случае не нужно было менять ферзей. После конь e7 позиция черных резко ухудшается. Меняется Магнус Карлсон, играет c4, убирает удар с поля a2, слона с поля d5. Слон возвращается на поле c6 и Магнус Карлсон играет слон h3. Слон начинает работать по другой диагонали. Ладья d8, слон c3. Видите, как два слона начали дышать полной грудью. Король f7, ладья b1, b6, ладья c1. Ну и после h5 белые прорываются ходом f4. Так или иначе, черным нужно что-то делать. Два слона, как мы видим, просто разрывают здесь всю доску. Поэтому приходится играть e4. Денис Лазовик пытается сохранить закрытый характер позиции. Но d4 и грозит пешка пойти дальше. Слон d7, слон g2. Конечно же, Магнус Карлсон снова отказывается от размена. И теперь пешка на поле e4 слабая. Слон f5, h3, ладья e8, e3. И мы видим, что Магнус Карлсон блестяще усилил свою позицию. Черным просто непонятно, как ходить. Ладья d8, король f2, конь c8, c5. И Магнус Карлсон все-таки прорывается, пытаясь создать слабую пешку на ферзевом фланге. Слон e6, нападая на пешку на поле a2. Ладья b2, слон d5, слон f1. По-прежнему Магнус Карлсон маневрирует. Пытаясь усыпить бдительность соперника. Слон e6, слон e1. Ладья e7, a3. На вид как будто бы бессмысленные маневры, но на самом деле каждым ходом белый усиливает свою позицию. После ладья d7, слон b5. Ладья e7, король g2. Белый защищает пешку на поле h3. И готовит дальнейшее ползучее наступление на королевском фланге. Король g6, слон e2. Ладья h8, g4. Ну, грозит уже f5. Надо меняться. Аж, аж. Снова грозит f5. У черных нет выбора. Приходится играть f5. И теперь после cb, cb. Ладья c6. Белые, как мы видим, вторгаются. Связывают слона на поле e6. Король f7, gf. Слон b5. Шах, король e8. Ну, и вот тут, в позиции, когда белые полностью переиграли своего соперника, и можно было уже приступить к реализации, здесь Магнус Карлсон дрогнул, ошибся и сыграл d5. Этот ход на самом деле плохой и просто выпускает весь перевес. В то время как ход слона a6 достаточно легко здесь побеждал. Идея в том, что сейчас мы давим на коня на поле c8, хотим его уничтожить, а конь защищает пешку на поле b6. После отвала пешки на поле b6 отвалится еще и пешка на поле a5, которая, как мы видим, атакована слоном с поля e1. Ну и здесь белые просто легко побеждают. Но после хода король e8 начались переключения. d5 играет Магнус Карлсон. Слон d7. Денис Лазовик пользуется неожиданным шансом. И тут Магнус Карлсон жертвует качество на поле b6, намереваясь добраться еще до пешки на поле a5. Но выясняется, что Магнус неверно оценил свою позицию. Это достаточно серьезная неточность. Надо было сыграть ладья g6. На король f7. Теперь шах. Скрытый шах от слона. После король g6 d, e. Король f6 шах. Король бьет e7. Слон бьет g7. Слоны здесь еще больше начинали бушевать у белых. Ну и после ладья h5, слон e5. Мы видим, что черным достаточно тесно. И здесь у белых достаточно неплохой был шанс на победу. Но после слона d7 ладья бьет b6. Играет Магнус. Следует конь b6, ладья b6. Пешка на поле a5 зависла. Ну и вот тут наступает критический момент в партии, поскольку юный Денис Лазовик не нашел здесь спасения. Он играет слон c8, и этот ход проигрывает партию. Но правда на этом приключения отнюдь не закончились. Здесь слон h3 шах. Надо было сыграть черным, с темпом освободить поле c7. После король g3 ладья c7. Здесь выясняется, что черные за счет активности спасали игру. Напали на слона. Шах. Король f7. Слон бьет a5. Казалось бы, что белые добились всего, чего хотели. У них две лишних пешки. Сейчас пешка d побежит. Пешка a проходная. Но слово за черными, и они играют ладья c2, и неожиданно создают страшную угрозу ладья g2. Это просто мат. Что делать? Слон f1 не сыграешь, потому что слон держит поле f1. И выясняется, что белым нужно просто делать ничью. У них просто нет спасения от хода ладья g2. Если сыграть f5, то слон бьет f5, и атака черных продолжается. Ну а так шах, король g6, шах, король f7. Черные тоже не могут уклониться, поскольку если уйти на вертикаль h, то в этом случае мы потеряем просто слона на поле h3. Ладья вынуждена защищать слона. Ну а уходить на восьмую горизонталь также плохо из-за шаха на поле b8. Поэтому ладья b7, и здесь получалась ничья. Но после ладья бьет b6, слон c8. Играет Денис Лазовик. Здесь у нас, конечно же, соперники были уже в цейтноте. И также ошибается и Магнус Карлсон на 46-м ходу, играя ладья b8, связывая слона. Но этим ходом белый выпускает выигрыш, который достигался несложным ходом. d6, напали просто на ладью. Ладья отошла. Мы поле c7 просто прикрыли. Вот в чем цель этого хода. И дальше забираем пешку на поле a5. И спокойно здесь побеждаем. Но после слон c8, Магнус играет ладья b8. Теперь король d7 также ошибается и Денис Лазовик. После чего позиция черных уже безнадежна. В то время как ход ладья c7 по-прежнему давал черным великолепные шансы на соскок. Слон b3, король e7. Грозит слон h3 шах, и ладья бьет b8. Ладья должна уходить. Например, ладья b6. Ну и тогда ладья c5. Черные успевают защитить пешку на поле a5. Во всех вариантах за счет активности. Ладья там идет либо на поле c1, либо еще куда-то. Здесь во всех вариантах, как показывает компьютерный анализ, черные держались. Но после ладья b8, конечно же, не нашел этого спасения Денис Лазовик. Сыграл король d7. И после слон бьет a5, пешка отвалилась. Король d6. Еще и шах на поле b4 зевнул Денис. Ну и после король c7 он нападает на ладью. Но Магнус Карлсон забирает слона на поле c8. И тут Денис Лазовик на 49-м ходу признал свое поражение. Так как он остается просто чисто без... Получается... Ну, если ладья бьет c8, то слон бьет b4. Он получается так, что два слона у белых против ладьи. Плюс еще у белых и две пешки в запасе. То есть получается абсолютно выигранное окончание в итоге. Фактически черные играют без фигуры. И здесь сдался Денис Лазовик. Итак, Магнус Карлсон у нас открывает счет в матче. 1-0. Идем дальше. Во второй партии шахматисты поменялись цветами. Теперь Денис Лазовик играл белыми. Ну и вторую партию давайте мы с вами посмотрим без особых комментариев. Поскольку ничего интересного не было. Денис Лазовик построил достаточно крепкую позицию белыми. У черных изолятор на поле Д5. Ну и здесь Магнус аккуратненько отзащищался. И шахматисты причалили к мирной гавани. Опять же, разменялись ферзи. Но здесь это не столь существенно. Никакого прогресса обе стороны здесь не имели. Ну и в результате, конечно, играли еще достаточно долго эту позицию шахматисты. Но опять же, оценки позиций это никак не меняло. Везде у нас получается равенство. В итоге просто все довольно быстро упростилось. Все разменялось. И шахматисты вскоре подписали мирное соглашение. В итоге у нас произошел переход в ладейное окончание. Ну и здесь шахматисты начали повторять ходы. Итак, на 76-м ходу вторая партия завершилась ничью. Счет по-прежнему в пользу Магнуса Карлсона. У нас получается 1,5 на 0,5. Идем дальше. В третьей партии Магнус Карлсон снова играл белыми фигурами. Денис Лазовик защищался черными. И снова Магнус Карлсон решил повторить дебютный репертуар. Играет С4. После коня Ф6 Денис Лазовик показывает, что он в принципе не против. Что позиция, которая возникла по ходу дебюта, ему нравилась. Ну и в результате шахматисты повторили английское начало, вариант четырех коней. После рокировка Д3, А6, конь Д5, ферзь Д5. Правда, позиция, как мы видим, немножечко здесь видоизменилась. После слон Д2, ладья Д8, ферзь Д6. Значит, ферзь С2, ферзь Д6. А3, А5. Ладья С1, слон Б6. Слон Е3. Белые пытаются давить по вертикали С. Несмотря на то, что даже они испортят себе структуру. Слон Е6. Играет Денис Лазовик. Не меняется на поле Е3. В этом случае белые получали в свое распоряжение крепкий центр. Плюс владение открытой вертикалью Ф. Ну, полуоткрытой. Плюс давление по вертикали С. Ну, а здесь после слон Б6, СБ. Слабости на поле С7 у черных нет. Ферзь А4 играет Магнус Карлсон. Есть одна слабость в лагере черных. Это пешка на поле Б6. Но как ей воспользоваться решительно непонятно. Потому что поле Б3 прикрывает, как мы видим, белопольный черный слон. Слон Д5. Играет Денис Лазовик. После Е3. Ладья С8. Ладья С3. Конь Е7. Ладья С1. Размен на С3. И слон С6. Играет Денис Лазовик. Нападая на ферзя. Ферзь Д1. Б5. И черные, как мы видим, избавились от единственной слабости. И хотят еще двигать пешку дальше. Ферзь Е1. Делает вкратчивый ход Магнус Карлсон. Нападая где-то на пешку на поле А5. Б4. Играет смело Денис Лазовик. После АБ. Играет Конь Д5. Нападая на ладью и на пешку на поле Б4. После чего черные будут давить на пешку на поле Д3. Ну и вот здесь Магнус Карлсон решается на отчаянные меры. Он снова жертвует качество на поле С6. После БЦ забирает пешку на поле А5. И получается так, что у него слон и две пешки за ладью. У черных. Плюс, как мы видим, у белых есть мощнейшая проходная в итоге появилась. С5. Играет Денис Лазовик. С угрозой Конь Б4. Ну и вот здесь Магнус Карлсон начал ошибаться. Конь Д2 играет. И этот ход ошибочен и передает преимущество черным. В то время как великолепный ход А6 позволял здесь закрутить страшную интригу. Поскольку непонятно, как теперь ходить черным. Главный вариант. Например, если Ферзь бьет А6, то белые бьют на поле Е5. Ну и просто катают позицию, где у них слон и две пешки за качество. Позиция, как мы видим, довольно-таки интересная возникает. И здесь примерное равенство. Но самое интересное, что если сыграть А6 и здесь черные сыграют ладья А8, нападая на эту пешку, и кажется, что ее можно съесть совершенно бесплатно, ведь она отдалилась как бы от своих. Так вот здесь Конь бьет Е5. Прилетает страшные силы удар. Вообще непонятно в чем идея. После Ферзь бьет Е5, оказывается, что можно сыграть Ферзь А5. И вы не поверите, но несмотря на то, что у черных лишняя ладья, здесь они должны искать спасение. Поскольку сила пешки А6 становится настолько мощной, что у черных нету иного выхода. Мертвая связка на поле Д5. То есть Конь завязан по рукам и ногам. И что делать? Белые хотят просто забрать пешку на поле Ц5. Главный вариант. Ферзь Д6, А7. И что теперь делать черным? Мы поставили пешку на поле А7. Черным надо как-то ходить. И вообще непонятно дальше, что делать. То есть Б4 грозит. Вот в чем состоит вот в этой позиции угроза белых. А в том, что грозит Б4. Вторая пешка бежит на помощь. И черный абсолютно беспомощный от хода Б4. То есть Конь в любом случае застрял. Пешка на поле А7 получается остается в живых. А ходом Б4 мы подрываем пешку на поле Ц5. И после этого будет Конь на поле Д5 атакован. Как вот я показал стрелочками. И вот это давало здесь белым большие шансы на победу. Ну, в анализе получается где-то везде ничья. Но эта ничья уже такая очень сложная. После же хода Ц5 Магнус играет Конь Д2. И теперь после Конь Б4. Пешка на А6 уже не идет. Пешка на поле Д3 повисла. Денис Лазовик перехватывает инициативу. Конь Ц4. Ферзь бьет Д3. Слон Ф1. Ферзь Д5. Приглядимся к этой позиции. Мы видим, что уже всего лишь одна пешка. За качество. И слон у белых. Ну и тут Магнус допускает еще одну ошибку. Играя Ферзь А1. Опять же, без помощи железного друга здесь тяжело. Но Е4, он говорит, можно было играть, переходя в полный пассив. И после Ферзь Д4 Б3 вот такая вот пассивная оборона позволяла здесь белым как-то не проиграть. Но это очень было все пассивно. И просто нужно было здесь белым отстаиваться. Магнус, конечно же, не таков. После Ферзь Д5 он играет Ферзь А1. Но Конь Д3. Б3. Ферзь Ф3. И черные, как мы видим, навалились на пешку на поле Ф2. Ферзь А2. Конь Ц1. Очень сильный ответ от Дениса Лазовика. Выясняется, что черные побеждают, потому что грозит Ладья Д1. Затем будет грозить Ладья бьет Ф1 шах. И Ферзь Х1 мат. Поскольку Конь с поля Ц1 отнимает поле Е2. Ну и все. Выясняется, что белые сразу же проигрывают. Поскольку от Ладья Д1 ничего не защищает. Магнус берет пешку на поле Е5. Конем нападая на Ферзя. Но Ферзь отходит на Е4. По-прежнему грозит Ладья Д1. Плюс атакован Конь. И Магнус с Карлсом остался без фигуры. Он играет Ферзь А4. Отдает Коня. И после А6 намеревается использовать силу своей проходной. Последний козырь Магнуса Карлсона. Но Ферзь Д5. Теперь напали черные на пешку на поле Б3. А7. Ладья А8. Ну и выясняется, что сейчас ход слон Ж2 ничего абсолютно не дает белым. Поскольку в этом случае будет шах на поле Д1. Ферзь Б5 играет Магнус Карлсон. Опять брать на поле А7 пока нельзя из-за шаха. Ферзь Д8. Ферзь Б7. Конь бьет Б3. Денис Лозовик пытается отдать фигуру назад. Но при этом получить спокойную позицию. Забрать пешку на поле А7. И играть позицию с лишним качеством. Магнус играет слон С4. Делает все возможное и невозможное, чтобы не проиграть. Но здесь позиция слишком простая. Конь идет на поле Д2. Отдал пешку на поле А7 Денис Лозовик. Но зато его пешка С побежала в ферзи. Которая отвлекает силы белых. Так или иначе. Но белые попадают в итоге в Цукцванг. Лишаются пешки на поле А7. Своего главного козыря. Атаки здесь никакой не получается. Король убегает. После Е6 шах. Король А3. Ферзь Е7. Черные отбивают все потуги белых. Ну и дальше без особых комментариев. После того, как черные навалились на пешку на поле Е6. Все стало понятно. В итоге эта пешка упала. И на 55 ходу Магнус Карлсон капитулировал. Итак, друзья. Произошла у нас сенсация. Денис Лозовик сокрушил Магнуса Карлсона в третьей партии. Да еще и сравнял счет в матче. Интрига закручивается до предела. Смотрим, что же происходило в четвертой партии. Идем дальше. Белыми играл Денис Лозовик. Черными играл Магнус Карлсон. Решающая четвертая партия. И она определит, что будет дальше. Либо соперники будут играть Армагеддон. Либо же в суперфинал отберется кто-то из них. Итак. Был разыгран Ферзьевый Гамбит. Славянская защита. Денис Лозовик играл белыми. Ну и на выходе из дебюта позиция получилась. Спокойное. Примерное равенство. Здесь давайте мы с вами перемотаем с целью экономии времени. Довольно быстро позиция, как мы видим, иссушилась. Получается спокойное окончание. У нас Ферзь с слоном против Ферзя с конем. Вообще считается, что Ферзь с конем поприятнее. Ну и Магнус Карлсон здесь начал это довольно быстро доказывать. Из примерно равной позиции белые неожиданно получили позицию чуть хуже. После Ф4 ЕФЖФ Ферзь С7. Вот здесь Денис Лозовик ошибается на 41 ходу, играя Ферзь Д2, защищая пешку на поле Ф4. И этот ход проигрывает партию, как ни странно. Надо было играть Е5, заставлять черных либо убираться конем по добру, по здорову, либо же меняться на поле Д5 и играть ферзевое окончание, которое после хода король Е4. Единственный, кстати, ход, который не проигрывает, потому что меняться на поле Б3 нельзя. В этом случае пешка черных пройдет Ферзи, король не в квадрате. Ну а после короля Е4 черные успевают здесь, вернее, белые успевают здесь сделать ничью. Поскольку черные могут съесть пешку, но большего здесь нет. Точный ход, единственный, кстати, надо сказать, здесь делает ничью за белых, это ход Е6. Пользуются белые тем обстоятельством, что у черных сейчас нет ни одного шаха белому королю, который стоит в центре. Ну, шах на поле Ф5 там не считается, потому что король все равно постепенно убегает. Так вот, а если взять на поле Е6, то тогда шах на А7, король Х6 и ферзь Д4. Грозит мат на поле Х8. Мы видим, что сейчас белые уже без двух, но здесь они везде спасаются вечным шахом. Е5, кстати, ход заслуживающий двух восклицательных знаков, и теперь за белых делает ничью ход ферзь Д2. Ничем нельзя брать. Брать ферзем на Е5 нельзя, из-за ферзь бьет Б4 шах. Если брать королем, то ферзь Х3 выигрывает здесь в анализе. Ферзь идет на поле Ф5 и две пешки, пешка А и пешка Аш, бегут ферзи, и черные здесь побеждают. Ну а после Е5, ферзь Д2, ферзь Ж3 шах, ферзь Ж5. Черные успевают здесь спрятать своего короля из-под шахов, но белые здесь получается так, что ход в ход спасаются, снова переходя в ферзевое окончание. И здесь уже четкая ничья, поскольку король достаточно раскрыт. Но после ферзь С7, ферзь Д2 играет Денис Лазовик. И теперь Магнус Карлсон играет король Е7, и этим ходом он тоже выпускает победу, которая достигалась ходом ферзь Д6. Что теперь делать? Выясняется, что этот цванг грозит, конь бьет Е4, пользуясь тем обстоятельством, что ферзь на поле Д2 не защищен. Если ферзь отходит, то пешка на поле Ф4 висит. Если ферзь отходит на Е3, то берем на Д5 и теряется пешка на Д5. Поэтому король Ф3, ход единственный, и тогда просто ферзь Д7. Ну и выясняется, что из-за цукцванга белые теряют пешку. Ферзь либо вторгается на поле Х3, либо же теряется пешка на поле Е4. Проигрывает король Ж3, и за конь бьет Е4 шах, естественно. Ну а так непонятно белым что делать, здесь они везде проигрывали. Такая вот симпатичная геометрия. Но король Е7 играет Магнус Карлсон, теперь Е5. Происходит переход в ферзевое окончание, в котором начинаются дичайшие приключения. Ферзь Д7 играет Магнус, предлагая перейти в пешечное окончание. И Денис Лазовик отказывается, играя ферзь С5 шах. И на самом деле этот ход, ну он не ошибочен с точки зрения компьютера, но точно ошибочен с точки зрения человека. Денис Лазовик хочет играть при ферзях, но на самом деле ферзевое окончание оказывается очень коварным. В то время как пешечное окончание здесь была четкая ничья. После король Е4, Х4, возможно вот здесь что-то не понравилось Денису, поскольку вроде бы черные передают очередь хода, и белые попадают в Цуксванг. На самом деле после король Е3, король Д5, король Д3 белые все держат. Черные могут подорвать ходом Ж5 позицию, но король Е3, ЖФ, король Ф4, король С4, и вот это было очень сложно на самом деле оценить, как оценивается это окончание. Король Ж5, король Б3, король Ф6, только так и никак иначе, белые делают ничью, нужно идти именно за пешкой на поле Ф7. После короля А3, король Ф7, король Б4, Е6. Также ферзи проходят, ну и здесь после ферзь Е4 раскрытое положение черного короля позволяет белым легко спастись. После же ферзь Д7, ферзь С5, шах, последовал король Е6, и тут Денис Волзовик ошибся на следующем ходу, сразу же играя король Ж3, и этот ход проигрывает партию. В то время как здесь надо было найти тонкий ход ферзь С2, отнимаем поле Ф5 у короля, ну и здесь белые держались. Плюс еще и шах на поле Д2 не даем сделать. Но король Ж3 играет Денис, выписывает шах Магнус на поле Д3, король Х4, и тут Магнус снова ошибается, играя король Ф5, и выпускает этим верную победу. В то время как побеждал ход Ж5 шах, вот такой красивый тактический удар, и что делать? Ну король бьет Х5, ферзь бьет Х3 мат, если ФЖ, то тогда шах на поле С4, и черные выигрывают пешечное окончание. Король бьет Х5, ферзь бьет С5, БЦ, и король бьет Е5. Только так, и никак иначе. Кажется, что Б4 можно сыграть за черных, и они быстро побеждают, потому что пешка А превращается в ферзя. Но на самом деле это чудовищная ошибка, здесь белые этюдным образом спасаются, они играют С6, БА. Казалось бы, какие проблемы, да? С7, король Д7, и тут Е6. Вот почему нужно было уничтожить пешку Е. И выясняется, что после ФЕ Ж6 белая пешка также превращается в ферзя. Здесь черные не побеждают. Поэтому после БЦ обязательно нужно сыграть король бьет Е5, теперь король в квадрате пешки С, следующий ход Б4, и вот тут уже белые точно ничего не успевают сделать. Давайте посмотрим следующий вариант, что, например, после Ж5. Если играть ФЖ, то все понятно, но что будет, если брать королем? Тогда шах, нельзя идти на А6, мат на Ж6, берем на А5, берем на А3, и тут черные просто с шахами быстро все съедают, и затем ставят ферзя на поле Д5. Идеально ставят своего ферзя, защищая пешку на поле Б5, атакуя пешку на поле Е5, ну и здесь во всех вариантах черные также добиваются победы. Итак, это был голевой момент, после короля Х4, Магнус играет король Ф5, это ошибка, теперь шах, Денис Волзовик объявляет скрытый от ферзя, отдает пешку на поле Е6, но при этом ферзь активизируется у него, и король идет. Ферзь бьет Х3, ферзь бьет Б5, шах, король Е7, шах, король Е8, шах, ферзь Е6, шах, король Е7, шах, король Ф8, и тут наступает второй критический момент в партии, поскольку здесь Денис Волзовик снова ошибся, сыграл ферзь Е5, предложил размен ферзей, и этот ход проигрывает партию, в то время как к ничьей приводил ход король Х6. Мы отнимаем поле Ж7 у черного короля, например, Ж5 шах, король бьет Х5, ЖФ, ну и здесь можно просто поменяться ферзями, король Ж4, и здесь получается легкая ничья в печном окончании. Благодаря защищенной проходной, здесь белые были абсолютно вне опасности. Итак, после короля Ф8 ферзь Е5 играет Денис Волзовик, этот ход проигрывает партию, но снова Магнус Карлсон ошибается, играя ферзь бьет Е5. Что-то случилось на самом деле в игре Магнуса Карлсона, он ход за ходом выпускает верные, победы. Здесь на самом деле побеждал, ну, относительно несложный ход, вместо ферзь бьет Е5 побеждал ход Ф6. Это вилка пешечная на ферзя и на короля. Вынуждается взятие на поле Ф6, и после этого король оказывается вне квадрата пешки Аш. Аш 4, Б5, скорее всего здесь что-то Денису Волзовику не понравилось, кажется, что белая пешка идет, да еще и с матом, но выясняется, что король-то идет ее просто задерживать, король в квадрате, а вот пешку Аш никто уже задержать не может. Б6, король Д7, король бьет Ж6, Аш 3, Ф5, Аш 2, Ф6, Аш 1 ферзь, ну и видно, что белые на два темпа не успели, здесь черные побеждают. Но вместо этого после ферзь Е5 Магнус меняется на поле Е5, теперь после ФЕ окончание пешечное ничейное, несмотря на то, что у черных лишняя пешка, король Е7 играет Магнус, ну и вот тут Денис Волзовик допускает последнюю ошибку, играя король Ф4. К ничьей приводил ход Б5, вынуждая черного короля встать в квадрат пешки, тогда король Ф6, выходим из квадрата пешки Аш, но успеваем протащить свою пешку ферзи. И здесь белые легко спасались, в этом абсолютно несложно убедиться, поскольку даже их ферзь быстрее проходил, ну и здесь опять же раскрытое положение черного короля, белые легко здесь сделали ничью. Но после король Е7, король Ф4 играет Денис Волзовик, последняя грубая ошибка в этой партии, Магнус Карлсон ставит короля на поле Е6, ну и здесь становится все понятным, потому что пешка идет на поле Ж5, и здесь уже ничего спасти белых не может, Магнус отвлекает короля, забирает пешку на поле Е5, и на 61-м ходу Денис Волзовик сдался. Итак, чудо все-таки не произошло, Магнус Карлсон одерживает победу с общим счетом 2,5 на 1,5, но согласитесь, друзья, что по игре Денис Волзовик смотрелся нисколько не хуже Магнуса Карлсона. Магнус Карлсон допускал достаточно серьезные ошибки, как выясняется в анализе. Денис Волзовик мог на самом деле сводить партию и в ничью, но он тоже нервничал, ошибался, и все равно надо сказать, что Денис Волзовик растет с каждым турниром, чего стоит только его победа над Накамурой, со счетом 2,0 он просто разгромил американо-японского самурая, ну и вот сейчас в финале он проиграл Магнусу Карлсону, но еще ничего не окончено. Друзья, если обзор вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале. Для вас работал и комментировал Олег Саламаха, играйте в шахматы, любите шахматы, всем счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!